на ремонте холодильник эндезит двухкамерный метр девяносто в высоту bh18nf с диагнозом включается компрессор работает но вообще не холодильная морозильная камера работает уже когда-то был поменял компрессор холодильная не работает вообще были разные версии причем проблема но оказалось что полностью забита капиллярная трубка как определили и как решилась в бытовых условиях без пресса гидравлического смотрите будет все определил что капиллярная трубка полностью забита значит я заправил фреоном отвакуумировал заправил включил компрессор работает трубка немножко стала теплая буквально пять минут и все ничего не происходит все как было холодным так и останусь остается дальше ничего не происходит при этом я менял фильтр и это значит что здесь сам фильтр не забита собственно это не так важно холода нет вакуум при рабочие компрессора вакуум показывал ну почти самый минимум я выключил компрессор выключил холодильник закрыл кран чтобы не стравливало никуда но соединение здесь было и вакуум как был на одном уровне минус 40 так и остался ничуть не добавился это значит что весь фреон зашел вот в эти трубочки в конденсатор и тут и остался ну последнее правильное решение я после того как подождал и все время на манометре было одинаковое в течение полдня как было минус 40 так и осталось но когда я пробил отверстие в фильтре отсюда большим напором вышел весь фреон то есть он тут так и оставался конечно можно было пробить капиллярную трубку с помощью устройства нагнетателя но я пошел другим путем как я уже значит у меня вся трубка длиной приблизительно 80 сантиметров накручена она была вот здесь на на трубку если у вас накручена на фильтр вам повезло но у меня была там накручена на на трубку я ее полностью раскрутил аккуратненько руками вырвана и с помощью проволоки диаметром 0,2 миллиметра у меня есть такая проволока видно но хочу вам сказать она 02 на ней значит это 0,2 это не хромовая проволока специально бралась для моих нужд осталось и я вот через отверстие потихонечку засунул очень много нервов потому что тонко не хром хотя и жесткий но толщина то маленькая и я засунул могут приблизительно аж сюда где-то на метр засунул и теперь смотрите вот я отвакуумировал было минус 60 вакуумным насосом и упала до нуля проход открылся когда закрываю я даже слышу небольшой небольшое подсасывание теперь я с помощью специального специальной промывочной жидкости включу вакуумный насос добьюсь вакуума всуну капиллярную трубочку она ее засосет и промоет трубочку таким образом я смогу прочистить капиллярную трубку не покупая специальное устройство для домашних условий вам может пригодиться этот метод не покупая специальный опрессовыватель который сделан из домкрата продается в магазине и стоит приблизительно 15 долларов ну вот такая в домашних условиях это применимый вариант чем закончится промывка я вам покажу на манометре минус при включении на входе минус а дальше не идет капиллярная трубка забита поздно капиллярная трубка еще можно поступить ну нужно чистить в любом случае при забивании капиллярной трубки полный полное забивание отрезаем безусловно делаем это как обычно с помощью но вопрос в чем что есть механический способ чистки это когда мы можем механически пробить капилляр для этого необходимо полностью размотать там на трубке намотана спираль спираль берем разворачиваем и всю трубку как можно ровнее выравниваем ручную нежно руками не плоскорубцами делаем как можно более ровную трубочку чтобы она была ну совсем уже ровненькая так шаг за шагом виток завитком их было около 25 смотанная смотал в такую бухточку и размотал всю капиллярную трубку вот здесь она уже начинает входить в корпус холодильника теперь вручную не плоскорубцами нежно разравниваем вот до такого ровного состояния после того как мы прочистили проволочкой капиллярную трубку образовалось небольшое отверстие и в принципе уже при включении вакуума через трубку слышно как шипит и проходит но парафин и все равно остались внутри что нужно сделать нужно их растворить и вывести для этого включаем вакуумный насос вакуум будет затягивать сюда воздух ну и с помощью какого-то растворителя это может быть или 141 фреон или можно использовать изобутан под вопросом будет ли он растворять парафин или можно использовать вот такой очиститель для карбюраторов я вот головку от баллончика примотал она пластиковая примотал через изоленту теперь я одеваю включаю вакуумный насос и потихонечку время от времени даю небольшой пшик когда выключаю вакуумный насос прислушиваясь пшикнул даже слышно как она по трубке проходит и там в испаритель и выходит действительно попадает какое-то количество этого агрессивного вещества туда внутрь в испаритель но он быстро улетучивается поставим на вакуум на вакуум и затем вакуум высосет весь весь хреон поэтому таким образом можно прочистить капиллярную трубку теперь как обычно капельно меняем фильтр припаиваем капиллярную трубку и заправлять половиной нормы фреона погоняем несколько часов и затем снова сдуем фреон чтобы убедиться что вся влага вышла выпускаем фреон еще вакуумируем и заправляем полную норму для этого холодильника в холодильной камере 45 грамм поэтому сначала я заправляю 25 или может быть 20 поработаю но с обязательным долгим вакуумированием потому что мы туда залили постороннюю жидкость но она легко испаряется поэтому с ней вопросов не будет вакуумный насос вакуумный манометр и шланг синий к клапану шрезера средний к вакуумному насосу сейчас уже показывает минус 76 хорошо отвакуумировалось и жду буду вакуумировать приблизительно полчаса в принципе все в порядке затем этот красный кран тоже сейчас можно подсоединить красный к крану здесь 134 кран по цене тоже перед заправкой сначала открою этот кран и провакуумирую трубку можно прямо сейчас это сделать соединяется просто кран закрыт в принципе для того для можно даже вот так вот чуть-чуть сделать из этого из самого крана выбрать влагу и все открываем кран и вакуумируем в том числе и эту трубку и так полчаса когда процесс пройдет я продолжу видео вакуумируем вакууми